В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. Суд изменил меру пресечения для одного из фигурантов дела 2 мая, россиянина Евгения Мефедова. Активисты заблокировали здание суда, все входы и выезд. Авария на перекрестке улиц Ильфа и Петрова и проспекта Глушко. Микроавтобус сбил женщину с коляской. Одесса простилась с Григорием Жученко, последним героем Советского Союза, исчезла участников Второй мировой войны. Оползни наступают. Целый квартал в Коминтерновском районе сползает вниз, а жилые дома грозят обрушением. Малиновский суд изменил меру пресечения для одного из фигурантов дела 2 мая, россиянина Евгения Мефедова. Вместо содержания под сражей ему избрали домашний арест. В ответ на это возмущенные таким решением активисты сразу нескольких организаций заблокировали здание суда. Все входы и выезд. Чтобы Мефедова не вывезли тайно, пикетчики проверяют транспорт, который покидает внутренний двор суда. Позже и вовсе заблокировали выезд грузовиком. Суд принял во внимание исследованные доказательства, предоставленные стороной обвинения, предоставленные стороной защиты, а также характеристики на этого обвиняемого, его социальные связи, а также тот фактор, что ему предоставлено в аренду помещение. Суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест круглосуточный. Суды приняли постанову про то, что можно отпустить под домашний арест громадянина Российской Федерации, который не имеет официально прописки, не имеет семьи в Одессе и вообще в Украине. Это значит, что он через два дня появится в Москве на величезной прес-конференции и расскажет, как его там питали, мучили в застянках в СИЗО и все еще. Михаил Саакашвили назвал обыски в областной администрации провокацией. По его мнению, за этим стоят политики из Киева, и все было сделано для того, чтобы запугать и скомпрометировать команду Михаила Саакашвили. Обыски под надуманным, высосанным из пальца предлогу в ваше помещение не могут находить, только там издание, там, какой-то там местной региональной прокуратуры. Я звоню Луценко, и чудо, Луценко ничего не знает про эти обыски. Напомню, вчера СБУ и Генеральная прокуратура провели обыск в областной администрации. Внештатного советника Саакашвили Тимураза Нишнианидзе заподозрили в незаконном возврате НДС на 20 миллионов гривен. Якобы это было 4 года назад, когда Нишнианидзе возглавлял Генеральное консульство Грузии в Одессе. В ходе обыска были изъяты рабочие документы. В Одесской полиции начали уголовное производство по факту избиения ребенка врачом-логопедом. Пострадавшему мальчику 6 лет. Медик лечил его от заикания. Но вместо терапии женщина била и мучила маленького пациента. Семья мальчика узнала об издевательствах благодаря камере наблюдения. На этих кадрах с камеры наблюдения 6-летний Коля и его логопед. Сеанс терапии начинался как всегда. Но потом медик запирает дверь и бьет ребенка по лицу. Издевательства продолжаются, пока на крики Коли не приходят родители. Когда семья Коли просмотрела запись, все были в шоке. Логопеда уволили, а видео выложили в интернет. Она мне объяснила, что у нее было плохое настроение, потому что у нее что-то какие-то неприятности семейные были. У нее ни сочувствие к ребенку после этого всего, ни сожаление не было на лице. В соцсетях видео спровоцировало скандал. К обсуждению подключилось руководство одесской полиции. И теперь горе-логопеду грозит уголовная ответственность. Мама написала заявление, и по этому факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация, это часть 1, статья 126, побои и избиение. Константин Гаг, Константин Длужневский, 7 канал. Авария на перекрестке улицы Ильфа и Петрова и проспекта Глушко. Микроавтобус Volkswagen врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара обе машины выкинуло на тротуар. Одну на пешеходный переход, другую на остановку. Несколько пешеходов получили травмы. Микроавтобус сбил женщину с коляской и ее подругу. Ребенку около года. По словам дяди малыша, его вместе с матерью госпитализировали. Сестра в больнице на слободке вместе с ребенком. С ребенком с третением мозга, в куча садин. Я не знаю пока, мне сейчас муж ее должен перезвонить. Они шли трое, он с подругой. Ребенку годик коляске везли. Он колясок, как и рисоток, я вижу от коляски. Опрашиваются свидетели. Пока виновника не установлено. Опрашиваются участники дорожного происшествия. Известно, что пострадал ребенок, который госпитализирован вместе с матерью на данный момент. Легальных торговых точек стало больше. По крайней мере, так показывает интерактивная карта киосков всех видов и форм. С ее помощью можно проверить, какой работает законно, а какой нет. Разработчики карты посчитали. Еще в феврале в городе работало почти 4000 мафов. Из них лишь 2000 имели все необходимые документы. За 4 месяца предприниматели заключили 1000 договоров. Это процентов на 80 произошел рост оформления документов, что является, конечно, очень-очень хорошим результатом. Вот такого инструмента общественного контроля, как интерактивные карты, где, собственно, все видно о том, что стоит, где стоит и как оно оформлено. Ежемесячные поступления в бюджет увеличились тоже практически на 80% и составили практически 2 миллиона гривен в месяц. Каким образом общественность может влиять через инструменты прозрачности, может влиять на власть. Фактически, когда мы заставляем власти делать одинаковые условия для всех предпринимателей, для всех предпринимателей, это фактически стимулирует честную конкуренцию. Оползни наступают. Целый квартал в Коминтерновском районе сползает вниз, а жилые дома на берегу Большого Аджалыхского лимана грозят обрушением. Насыпные склоны уже исчерпали свой ресурс прочности, но, несмотря на это, в Сельсклавете отдали под застройку больше 10 соток земли в оползневой зоне. Все подробности у Юлии Федоровой. Стена жилого дома на берегу Большого Аджалыхского лимана обвалилась вниз вместе с частью забора двухэтажного дома. Это не первый сход грунта. Год назад из-под ног ушла дорога. Теперь оползень во дворах владельцев домов и дач. Вы видите мощность этого забора. Ширина забора не меньше, чем 40 сантиметров. Ширина забора. И высота в 2 метра, наверное. Его просто разрывало. Бетонная основа забора. Бетонная основа. Сверху ракушняк. Оползень метр за метром уничтожает целый квартал в селе Вопнярка. Совсем рядом от берега новый жилой дом разорвало на две части. Глубина провала в земле 12 метров. Ширина больше метра. Точно так же было с правой стороны крыши. Его разорвало пополам. Людям ничего не помогли. В Новодофиновском сельском совете под приватизацию отдали огромный участок земли в оползневой зоне. Никаких берега укрепительных сооружений сделано не было. Юрий Орват говорит, если здесь начнется строительство, нагрузка на почву увеличится еще больше. И в доме, и в кухне, и по заборам, по площадкам идут трещины. Они сейчас идут. То есть гора реально движется. Просто копнут лопатой. То нашим домам несется прямая угроза. Его сосед Виктор Романенко боится, что из-за такого эксперимента с десяток домов превратится в обломки. Его в том числе. Еще год назад счастливые обладатели жилья с видом на лиман могли подъехать к берегу на автомобиле. Сейчас перепрыгивают с одной плиты на другую. Земля раскололась. Бетонированная арматурой 14. 14 арматура не выдержала разлома. Все шесть этих домов плывут. Землю под застройку уже обнесли лентой. Со всех сторон установили деревянные колышки. В общей сложности под приватизацию отдали больше 10 соток земли. Приезжают сюда люди, покупатели, которые хотят купить этот участок. Вот поэтому мы и узнали, что этот участок оказывается уже не участок громады людей и неугодия, а уже приватизированный под строительство. В сельсовете ответственность на себя брать не хотят. Мол, противооползневыми работами должны заниматься застройщики и геодезисты. Никакого разрешения на строительство там не давалось. Никакого строительства не ведется. Там все у нас, все державный акт на право приватной властности на землю. Строительства еще нету и никто и не начинал. С каждым годом количество домов с трещинами в Апнярке увеличивается. Местные жители боятся, что построенные без расчетов ученых здания разрушат берег собственным весом. А они потеряют все, что имеют. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал. Каждый одессит ежегодно будет давать 10 гривен на развитие политических партий. Начиная с середины лета этого года украинцы проинвестируют партии на сумму более 400 миллионов гривен. Эта инициатива Верховной Рады в парламенте в прошлом году внесли изменения в ряд законов. По словам специалистов Комитета избирателей Украины, каждый налогоплательщик станет практически инвестором демократии. Но чтобы получить деньги, партия должна вести свою деятельность прозрачно. Кто имеет право на государственное финансирование? С июля 2016 года из бюджета средства на уставную деятельность получат партии, которые прошли в парламент по результатам последних выборов. Если они к этому времени подадут подготовленные по новым формам финансовые отчеты и пройдут соответствующий финансовый аудит. У нас будут политические партии, которые будут ориентироваться на граждан, потому что во многом от этого будет зависеть их уровень финансирования. И которые соответственно будут иметь альтернативу, чтобы не идти с протянутой рукой к олигархам, то тогда от этого выиграем мы все. К слову, в Одесской области самое большое количество ячеек политических партий. Их у нас более полутора тысяч. Львовские и Винницкие регионы отстают от нас почти на 400, а всего в Украине зарегистрированы более 300 политических партий. В Одесских школах для 11-классников сегодня прозвучал последний звонок. Более 4 тысяч учеников отправились сегодня в новую жизнь. В Решильевском лицее выпускников приехал поздравить Михаил Саакашвили. Удачи, успеха, и что вы полетели далеко-далеко, и что ваши учителя, которые выпустили вас из рук, как эти шарики, всегда посмотрели так на вас, как далеко вы полетели, как удачно, какая высокая орбита, подумали, вот вы молодцы, опять очередных звезд выпустили. И каждый раз учитель с каждым из вас становится не старше, они становятся моложе. Вы и есть источник их молодости. Молодость у вас энергии, удачи и огромного будущего. Сами выпускники эмоции не скрывают. Кто-то плачет, кто-то радуется. Но все они осознают, что перед ними открывается мир новых возможностей. Конечно, я стремлюсь стать медиком и пойти в медицинский университет. Я точно не знаю, буду я в Украине или за границей, но я по-любому хочу стать врачом и спасать жизни. Последний звонок прозвенел и для слабослышащих детей. В интернате номер 91 выпускники прощались с родной школой. На грустном празднике побывала наша Яна Алиматова. Выпускной в интернате для глухих детей проходит не так громко, как в других школах. Но эмоции и чувства ребята испытывают те же. Праздник и печальный, и в то же время веселый. Печальный, потому что приходится расставаться с такими замечательными детишками, с которыми мы прошли, ну, будем говорить, такой нелегкий путь. В этом году из интерната в мир слышащих выпустились 19 человек. Лера в том числе. Девочка признается, школьные годы она никогда не забудет. Очень грустно от того, что больше нельзя будет прийти в школу на первый звонок и на последний. Будем еще встречаться со всеми одноклассниками. Планы на будущее Лера уже построила. Выпускница планирует стать дизайнером. Мама решения девочки поддерживает обеими руками. Я поддержу любое ее начинание. Все, что она захочет, так и будет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Больше всего ребята будут скучать по классному руководителю. Она для них за долгие годы стала родным человеком. Несмотря на то, что она строгая, она очень добрая, она очень справедливая. Она для меня стала второй мамой. Я ее очень люблю. Успехов во взрослой жизни желают всем выпускникам. Яна Алиматова, Алексей Филиппов и Весь Седьмой канал. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По случаю второй годовщины со дня формирования батальона территориальной обороны Одессы в Доме офицеров наградили бойцов, прошедших службу в зоне АТО. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На мероприятие пригласили 70 бойцов, уволенных в запас и продолжающих нести службу. Сегодня награды подготовили 37 из них. Грамоты и нагрудные знаки от областной рады, оперативного командования «Юг» и Совета ветеранов батальона вручили 20 бойцам. Остальным посетить награждение помешали обстоятельства. Тем, кто смог прийти, было что вспомнить. Были в Мариуполе с сентября месяца по июнь 2015 года. Как бы служба проходила полностью на передке. Были бомбежки, были обстрелы у нас. Малеха есть, погибшие в батальоне 6 человек. 18-й батальон территориальной обороны области Одесса был сформирован в мае 2014 года и направлен на службу у границы с Приднестровьем. Уже 26 сентября в составе 28-й механизированной бригады батальон отправился на восток, чтобы защитить целостность Украины. Одесса простилась с Григорием Жученко, последним героем Советского Союза из числа участников Второй мировой войны, генерал-майором, почетным гражданином Одессы. Прощальная панихида прошла в Доме офицеров. Григорий Жученко ушел на 93-м году жизни. Григорий Жученко родился в Донецкой области. В 19 лет был призван на службу в Красную армию. В 1922 он уже командовал эскадрильей штурмового авиационного полка. К тому времени Григорий Жученко совершил 213 боевых вылетов. Человек прекрасный сам по себе, говорит правду, глаза говорит любому, ни перед кем не лебезит. Праведливый, твердый человек и непоколебим в летных законах. А это главное, ведь инструкция летчику, каждая буква написана кровью. Если от нее отходишь, значит неприятности. И он этого требовал. Он отдал 20 лет армии и почти 30 мирному труду в гражданском небе. Звание Героя Советского Союза Григорий Жученко получил в 1945-м. За боевые заслуги награжден многочисленными орденами и медалями. А в 2013 году получил звание почетного гражданина Одессы. Он интересовался жизнью, он интересно рассказывал, он очень активно выступал в школах, с детьми встречался. А уж дети его слушали куда может быть с большим любопытством, интересом, чем мы взрослые. Одесских военнослужащих обучили новой специальности. Все желающие, которые ушли из армии, могут пройти норвежскую программу. За три месяца военных на базе университета имени Ушинского обучили менеджменту. Дается широкий спектр по менеджменту управления, по адаптации к новым специальностям и так далее. У нас есть некоторые слушатели, которые прошли, и после этого организуют совместные свои организации, предприятия и начинают уже работать. Университет выпустил более 200 человек. Любой военнослужащий может присоединиться к следующему набору. Обучение бесплатное. Довинчи, которого вы не знали. В Одессу приехала всемирная выставка изобретений и искусства Леонардо Довинчи. Единственная в мире передвижная экспозиция, посвященная великому мастеру. Откроется в выставочном зале торгового центра «Кадор» на Екатерининской, 27. Экспозиция насчитывает две сотни экспонатов и уже объехала полмира. И показывает Довинчи как изобретателя, ученого и инженера. Выставка покажет масштабы достижений Леонардо Довинчи в самых разных сферах. От физики, анатомии до авиации, научных исследований. Специалисты изучили более 6000 текстов Довинчи. Расшифровали его коды, намеренные ошибки и зеркальный способ письма, который художник применял, чтобы сохранить свои записи в тайне. Все экспонаты сконструированы итальянскими ремесленниками в точном соответствии с рукописями мастера. Мы уверены, что выставка будет интересна и детям, и взрослым. Она имеет не только развлекательный, но и образовательный характер. Эта выставка раскроет всю ширину, спектр гения Довинчи. В выставочном зале торгового центра «Кадор» появятся танк, акваланг, летательный аппарат, велосипед, парашют, подводная лодка и другие изобретения. Все в натуральную величину. Для их создания использовались традиционные для 15-16 веков материалы – дерево, металл и веревки. Чтобы понять принцип действия законов механики, все экспонаты можно будет трогать руками. На мой взгляд, эта выставка носит в себе, прежде всего, образовательный, проследительный характер. С точки зрения того, чтобы все мы имели возможность познать гения Леонарда Довинчи в абсолютно разных опасностях. Эта выставка вносит в себе и интерактивные вещи, и технологические новые какие-то проявления. На этой выставке есть очень большое количество экспонатов, которые можно ощутить, познать, прочувствовать. Не только визуально, но и тактично. За 10 лет выставка изобретений искусства Леонарда Довинчи объехала десятки стран. Побывала почти в ста городах. В Украине экспозицию видят только в Одессе. Выставка продлится до конца июля и будет открыта ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера. Юлия Федорова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Итоги недели подведет, как всегда, моя коллега Елена Крылатова. Выпуск смотрите в субботу в 20.00. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...